Добрый день! В эфире телеканала Кустанай, программа «Диалог». Меня зовут Любовь Оплачкина. В этой студии мы обсуждаем самые актуальные вопросы повседневной жизни. Мы не просто говорим, мы стараемся, чтобы этот диалог и мнение экспертов помогали принимать важные решения. За последнюю неделю в стране произошло немало событий, которые повергли в ужас всю страну. Это преступления, которые были совершены в отношении детей. Ведь главная задача любого взрослого – защитить ребенка и обеспечить ему счастливое детство. Так на каком этапе произошел сбой и почему сегодня страницы газет пестрят жуткими заголовками? Попытаемся разобраться в нашей студии. У нас сегодня в гостях люди, которые работают с детьми и занимаются именно защитой их прав. Представлю наших гостей. У нас сегодня Айман Ибраева, руководитель управления образования Кустанайской области. И Зарина Мурзабекова, старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Кустанайской области. Спасибо, что нашли время, пришли к нам. Пока учебный год еще не наступил, мы, конечно, не устаем говорить, чтобы лето для детей, летние каникулы, они прошли безопасно. Чтобы они прошли с пользой, чтобы они прошли с какими-то успехами, а не наоборот. Именно поэтому мы сегодня поговорим вот на такую непростую тему. Мы поговорим о защите прав детей. Мы поговорим о том, какая работа сегодня ведется с семьями, которые, возможно, подвергают опасности своих детей. Какая профилактическая работа. Ну, начнем, наверное, с того, что буквально вот на днях в городе у нас завершилось, в области, завершилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие. Это дети в ночном городе, которое выявило немало нарушений, насколько я знаю. Были случаи, когда дети находились поздней ночью в различных заведениях, что тоже может быть опасно. И не должно быть. Расскажите, как проводилась ОПМ и помогают ли такие мероприятия все-таки улучшить ситуацию, чтобы не было подобных случаев? С 17 по 19 июля текущего года на территории области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, выявления административных правонарушений, а также пресечения преступных посягательств в отношении детей с акцентом на вечернее и ночное время. Так, в данном мероприятии приняли участие порядка 500 человек. То есть это и сотрудники полиции, представители органов образования, здравоохранения, блогеры. То есть все ведомства были привлечены. За три дня мероприятия было выявлено 236 административных правонарушений, то есть большая часть которых приходилась на вне жилища. То есть когда дети находились в запрещенное время, без законных представителей на улице, было привлечено 122 подростка. А возраст какой в основном? Это уже более взрослые дети? Да, в основном это подростки, то есть от 14 до 18 лет. Чаще всего, когда дети гуляют в компании друзей, может быть, совершеннолетних, не следят за временем, ну и где-то получается, что нарушают закон. Вот сразу вопрос. Родители в курсе о том, что их дети находятся не дома и гуляют вот в такое время? Чаще всего, когда мы задаем родителям, почему ваши дети находятся, большая часть из которых говорится, да, допустим, в школах учителя, школьные инспекторы, ну то есть нам доводили эту информацию, ну то есть, ну опять же, ссылается на то, что мы все же были молодые. А что мы, наверное, не знали, да, что в такое время можно было? Ну то есть закон не освобождает ответственности, не знание закона не освобождает. То есть они сами добровольно отпускали своих детей гулять, да? Да, все верно. По вечерам. Понятно. Да, есть такие. Да. Также хотелось остановиться, что за период ОПМ у нас было выявлено 5 несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения в ночное время. То есть это, опять-таки, наверное, бесконтрольная со стороны родителей, полная свобода этим подросткам. Также было выявлено около 20 нарушений по статье 127, то есть это неисполнение родительских обязанностей. На период ОПМ у нас проводились проверки по месту жительства семей, которые состоят у нас на учете. То есть путем проведения проверок были выявлены факты, когда родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Либо по местам проживания были антицентарные условия проживания, то есть это тоже нарушение. В данном случае родители были привлечены к ответственности. Кроме того, хочу сказать, что данная работа, вот именно на период проведения ОПМ, она была у нас активизирована. Но это не говорит о том, что работа помимо ОПМ не проводится. Она проводится на постоянной основе, только единственное, так сильно не освещается в средствах массовой информации, не оглашается. То есть это постоянная работа сотрудников полиции. Ну вот 236, получается, нарушений было выявлено, вот это только за 3 дня, можно так сказать, вот когда усилилась работа. Но если, наверное, проанализировать, то подобные нарушения все-таки совершаются ежедневно. Просто, может быть, кто-то их не видит, кто-то не замечает и так далее, да? Данная работа действительно у нас проводится на постоянной основе. Ежедневно составляются протоколы, выявляются нарушения. Однако, я повторюсь, мы просто не освещаем этого. Школы в этом направлении тоже работают. Управление образования в этом направлении активно работает, чтобы, наверное, классные руководители, да, разговаривать с родителями. Да, ну, во-первых, как верно отметила Зарина, действительно, в этих обходах, да, как мероприятиях участвуют наши социальные педагоги, завучи по воспитательной работе, да, по выявлению таких детей. Естественно, во всех школах классными руководителями и также социальными педагогами, психологами ведется работа. Обязательно есть часы правового всеобучия, где освещается и говорится, до какого времени ребенок, может, до 22 на улице он может быть. Естественно, в летний период всегда таких правонарушений больше, потому что и дети отдыхают, и у нас поздно темнеет, и вот, а в зимний период, естественно, меньше. Ну, вот здесь, да, практически каждый взрослый знает, что ребенок на улице несовершеннолетний должен находиться без сопровождения родителей до 22 часов. Однако, и часто бываем свидетелями, да, что дети гуляют, но все мы взрослые люди, все такие же граждане. На это должны обращать внимание не только полиция, педагоги, учителя, на это должен каждый взрослый гражданин обращать внимание. И почему бы не сказать, что даже во дворе у вас сидят дети, сказать о том, что ребенок до 22 часов потом могут привлечь к ответственности твоих родителей. Это нарушение. И если бы каждый был бы так вот неравнодушен к этому, то, наверное, мы бы сверли бы к минимуму такие правонарушения. Но если, например, мама сидит рядом вместе с ребенком на детской площадке, тогда можно, да? Конечно. Она за ним смотрит. В сопровождении взрослых, да, бывают, идут в гости кому-то, бывают, задерживаются. Это может быть и полночь. Но если они с законными представителями, тогда это разрешено, конечно же. Вот ответственность, да? Родители все-таки несут ответственность потом. То есть это что? Это какой-то штраф, предупреждение? Да, все верно. По статье 442 у нас предусмотрено на первый раз предупреждение. Если ребенок попадается в течение года второй раз, то это уже будет судебный материал. Суд выносит постановление о наложении взыскания в виде штрафа в размере 7 месячных расчетных показателей. Скажите, а вот маленькие дети были или нет? Или все-таки подростки? Нет, маленьких нету чаще всего. То есть маленькие дети, они у нас в сопровождении родителей. Даже если они где-то там, ну, наблюдаем, что во дворах, там, либо на площадях, то в основном это с родителями. Если одни, то это подростки уже. Понятно, что такая работа, она ведется не только в летний период. Работа с трудными подростками, с какими-то там сложными семьями. Как идет эта работа? То есть при школах есть социальные педагоги. В каждой школе сколько социальных педагогов? Один, да? Какая работа на него возложена в сельской местности? То есть это какой-то обход семей. Есть семьи, которые уже стоят на учете, да? Которые вот уже постоянно, на постоянном контроле. Но, наверное, есть семьи, которые вновь появляются. Новые семьи, которые нужно как-то. Вот просто интересен тот вопрос. Вот есть поселок, да, например, село, там, 2000 жителей. Вот как вот одному соцпедагогу все-таки контролировать весь поселок, чтобы дети не находились в опасности в своих собственных семьях? Вот, наверное, сложный вопрос. Да, дело в том, что у нас на учете, вот по нашим данным, значит, неблагополучных семей, с остаточной учете, ну, более 1000, 1024, если быть точнее. Вот в них находится 1044 ребенка. С этими детьми работает, да, в каждой школе есть социальный педагог. Если там школа, ну, в зависимости от контингента в городских школах, если она там превышает, уже не скажу норму, ну, там могут быть и два социальных педагога, да, несколько. Вот, ну, в основном, да, это один социальный педагог. Но не надо забывать, что с этими семьями работают не только социальные педагоги. С этими семьями работает целая армия классных руководителей. Их у нас более 5000. Вот, с ними работают заводчики по воспитательной работе. Педагоги-предметники на своих уроках, там, говорят о каких-то там... Замечают, да, какие-то моменты. Замечают какие-то моменты, да. Вот, обязательно, да, если эта семья на учёте, составляется акт ЖБУ. Вместе с... туда входит и психолог, и социальный педагог, и, значит, органы, которые курируют данный вопрос ведомственные. Обязательно составляются акты. Вот, да, здесь, конечно, большую помощь оказывают нам ещё и соседи. Да, допустим, они действительно звонят, говорят. Даже когда-то я работала в отделе образования города Кустаная, были случаи, что ко мне приходили неравнодушные люди и говорили, что вот такой-то семья, вот есть такой ребёнок, проживает там с тётей, но мы его давно не видим, и мы, естественно, по этому сигналу выезжаем сразу же в органы опеки. Вот, работают все. Потом, как я говорила, да, мы всегда настраиваем на то, что всех учителей, независимо, кто он, социальный педагог, либо просто учитель-предметник, но обязательно обращать внимание на состояние детей в классе. Один учитель не заметил, другой заметил, что ребёнок, может быть, видно его чисто внешний вид, да, там, допустим, неухоженность, либо, допустим, бледность и так далее. То есть, обратить внимание, взять на эти факты нужно, потому что, вот, допустим, у нас был случай, это было и в Житогоринском районе, и в Карабалыкском районе, когда, значит, педагоги обратили внимание, там, допустим, на следы синяки, следы синяков на руках у ребёнка, и таким образом сообщили сразу же и выявили факт бытового насилия, ну, то есть ребёнок подвергался насилию. Такие факты тоже есть. Но здесь, конечно же, хочется ещё раз обратиться и к родителям, и к жителям, города, нашей области не быть равнодушными, не проходить мимо вот таких случаев. Даже вот сейчас Зарина сказала о том, что вот выявлены случаи детей в алкогольном опьянении. Да, дети, но им же кто-то продал. Вот здесь тоже, значит, здесь необходимо... У них, во-первых, есть деньги, чтобы это купить, во-вторых, кто-то это продал, да. А кто-то и рядом стоял, и видел, и не остановил это. Вот если каждый был бы вот таким неравнодушным в этом плане, требователем, то мы бы могли бы уменьшить количество таких правонарушений. Но здесь силами одной полиции, одними педагогами не решить эту проблему. Это каждый гражданин должен понимать, что все дети – это наши дети, не только его собственные, не только о своём собственном он должен переживать. Вот сейчас статистика говорит о том, что, ну, вот всё-таки случаев преступлений в отношении детей за этот год стало больше. Хотя до этого всё-таки мы отмечали снижение, когда ужесточили наказание за подобные деяния, да, и как бы ситуация была более стабильная даже, как бы, и детские дома мы закрываем, да, потому что детей становится меньше. Но это говорит о том, что, как бы, таких неблагополучных семей становится меньше, и детей, соответственно. Но этот год показывает всё-таки немножко другую статистику. Мы все слышали вот эти последние случаи, и много, много случаев. Вот почему так происходит? С чем это связано? Вот можно сделать какой-то анализ всё-таки, кто виноват? Кто виноват? Или никто не виноват, вот обстоятельства так сложились? Или всё-таки родители меньше смотрят за своими детьми, больше увлечены там какими-то гаджетами? Вот как-то делали какой-то анализ? Если брать статистику, допустим, пяти лет, то уровень преступности, совершаемых в отношении детей, он у нас нестабилен. То есть год от года у нас уровень преступлений, количество преступлений, оно у нас колеблется. И сказать, что это пугающая статистика, наверное, неправильно. Это закономерность. То есть преступления они как были, так они и совершаются. Нами в последние годы была проделана немалая работа. То есть в первую очередь это было уже источнено законодательство. Были увеличены минимальные сроки лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности детей. Также были введены дополнительные квалифицирующие признаки. Отдельно оговорена ответственность отчимов и мачех за преступления. Если брать 6 месяцев текущего года, то в принципе статистика у нас имеет рост буквально незначительный 2%. Большая часть преступлений у нас приходится на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Однако нами проделан комплекс профилактических мероприятий. Проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий, которые в принципе дали свой результат. Благодаря им у нас отмечается снижение подростковой преступности на 38%. Кроме того, проведено свыше 3000 лекций, бесед совместно с управлением образования. То есть на правовые тематики с детьми, с родителями проведено свыше 800 родительских собраний. То есть в первую очередь, наверное, мы должны проводить работу с родителями. Потому что все преступные посягательства, все преступные деяния, совершаемые детьми, они у нас чаще всего берут пример со своих родителей. То есть здесь мы должны тоже с родителями проводить работу, приводить где-то примеры, наверное. Может быть, не только наши области, может быть, и республики. То есть если не смотреть должным образом за своим ребенком, мы можем допустить такие же подобные факты. Тогда, когда мы приводим примеры, родители уже действительно задумываются, что да, действительно, я провожу мало времени с ребенком, я ему не объясняю. Отсутствие какой-то половой культуры у несовершеннолетнего тоже имеет место быть. Поэтому в этом плане работа проводится. Анализ также у нас проводится с сотрудниками. Скажите, какая периодичность посещения подобных семей все-таки? То есть какие-то, может быть, есть сильно проблемные семьи, есть, которые как-то стабильно держатся на одном уровне, их, может быть, как-то реже, или которые требуют вообще еженедельного или ежедневного посещения. Такие же тоже, наверное, есть. Смотрите, у нас на учете состоит 1026 неблагополучных семей и 849 несовершеннолетних, которые тоже стоят по различным видам учета в органах полиции. То есть это чисто дети, вот 849, да? Да, это дети. Ну, если, допустим, у нас родители стоят по одной категории, и там предусмотрена один раз в месяц проверка по месту жительства. Однако мы всегда смотрим на то, какой морально-психологический климат, какие там условия проживания в этой семье, злопотребляют ли они алкоголем. То есть если эти проблемы имеются, и они не исправляются, тогда уже действительно мы выезжаем чаще, мы проводим более детальную проверку, может быть, привлекаем органы опеки, привлекаем администрацию учебных заведений, если это учащиеся. А если, допустим, мы говорим про несовершеннолетних, которые стоят на учете, там у нас ряд категорий, которые под каждую категорию предусмотрено количество проверок. Если, допустим, это защитное предписание, оно обычно у нас выносится в отношения детей, которые проявляют какую-то агрессию к своим родителям, такие тоже имеются, то там у нас проверка по месту жительства каждую неделю. То есть оно выносится на месяц, и мы каждую неделю проверяем несовершеннолетних. Опять же повторюсь, каждый человек, каждая семья, каждый ребенок – это индивидуальный случай, и требует детальной проверки, разбора, так скажем, и работы. Да, здесь я бы хотела тоже добавить, что действительно в нашей статистике преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе по половой неприкосновенности, у нас все-таки сокращается. Вот если брать 21-й год, у нас там было за 70 таких случаев, то вот в прошлом году было уже 22 случая, и в этом году, по-моему, 14 зарегистрировано. И что я хочу сказать, это что большая часть, мы почитали, из 14-11 случаев совершены отчимами, родственниками, близкими людьми, знакомыми. То есть не какими-то просто проходящими преступниками? Да, а вот именно здесь. И ведь, как правило, почему они происходят? Да, здесь, как верно заметили, это и половая культура, это еще и многие же замалчивают, часто эти случаи не носят латентный характер. Мы узнаем уже, когда это случилось, когда-то, когда-то. Иной раз даже и мамы знают эти случаи, или дети, подвергшиеся насилию, боятся рассказать, боятся это озвучить. Поэтому, ну, вот благодаря, вот, когда вот у нас был рост, да, мы начали усиленно работать, вести профилактическую работу совместной с ДВД, полицией. Вот, провели ряд семинаров, ряд тренингов, прям были большие родительские собрания, где проводили, обучали, как воспитывать ребенка. Ведь, чтобы ребенок не подвергся такому насилию, нужно его воспитывать с ногтей, модель. Это не позволяйте ребенку учить, да, что осмотр, там, допустим, ребенка может делать только мама, или в присутствии только мамы, родителей. А когда, то есть, если ребенок к этому будет приучен, он же будет знать, как себя вести. Потому что некоторые же дети, бывали такие случаи, что они не понимали, почему, вот, допустим, к ним совершено, то они думали, может, так оно и должно быть, они же дети, они же не понимают. В порядке вещей. В порядке вещей. Здесь, конечно, большая работа родителей. Ну, естественно, конечно же, со своей стороны, как организация образования, делают все возможное. Кроме того, я хочу сказать, что вот у нас в области действует комиссия по делам несовершеннолетних. Есть региональные комиссии в каждом районе и городе. Их возглавляют председатели. Председателем являются заместители Акимов районов и городов. У нас, в частности, заместители Акимов области. В эту комиссию входят все заинтересованные органы. Это и органы образования, здравоохранения, полиции, значит, социальные защиты, неправительственных организаций. И когда вот факты случаются, факты вот насилия, факты правонарушения среди несовершеннолетних, вот и деструктивное там поведение, обязательно такие факты рассматриваются комиссией, чтобы определить причину, чтобы определить круг лиц, действия, да, как нужно дальше с ними работать. И буквально у нас недавно, на прошлой неделе состоялась такая комиссия областная, был принятый ряд, рассмотрен ряд вопросов. И тоже определены, вот, сами тоже понимаем, что хоть у нас и наблюдается сокращение правонарушений среди несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, но, тем не менее, они есть. И, значит, надо как-то переформатировать работу наших комиссий, то есть уже искать новые подходы, тоже действенные подходы, чтобы все равно должна быть нулевая терпимость к данным. Ну да, мы к этому и стремимся. Ну, просто статистика, например, республиканского масштаба, она говорит о том, что все-таки случаев стало больше, там незначительно, конечно, на 7,7 вроде процентов все-таки преступлений стало больше. Там в зависимости тоже от регионов, в какой-то области меньше, вот как у нас, да, стабильно, а где-то есть... Причина, вот, причина, почему, действительно, тоже задаемся вопросами, почему, каковы причины эти росты, да, росты или же наличие данных нарушений. Здесь и, как мы говорили, и воспитание в семье, да, и отношение самих родителей вот к тем профилактическим мерам, которые проводятся полиции и школы. Вот, к примеру, вот, даже такой пример. У нас работают психологи, да, ежеквартально проводится анонимное анкетирование. Ежеквартально анонимное анкетирование детей, чтобы понять уровень тревожности, или же это не прямые вопросы, там, совершались ли против тебя, там, допустим, насильственные действия, нет, это будут вопросы совершенно другого характера, но они будут говорить о чем-то. Но, однако, у нас есть часть родителей, которые отказываются, отказываются от этого тестирования психологического, потому что считают, что, думают, что, может, дети что-то напишут лишнее, и семья будет в таком этом, и добровольно, в письменном виде они отказываются от тестирования. А когда проходят случаи, часто вот в этих случаях, как раз-таки дети, которые не были охвачены вот этим опросом. Вот, здесь тоже это причина. Ну, здесь мы работаем с родителями, конечно, это постоянная работа. Родитель, да, это его ребенок, он за него полностью отвечает, но когда что-то происходит с ребенком, почему-то отвечает организация, сотрудники опроса. Не зря же говорят, что семья – это все, да, это, она должна быть идеальной семья, чтобы в ней выросли хорошие воспитанные дети. А если родители подают такой пример, то, ну, и дети находятся в опасности. Поэтому, прежде всего, наверное, работа должна вести семьи. С дому. С семьями, да. Вот, когда вы выходите в рейды, когда вы работаете с такими семьями, все-таки основная проблема в чем? В каком-то низком уровне воспитания, или все-таки это алкоголь, или это какие-то финансовые трудности, то есть почему вот в семьях случаются такие случаи? Ладно, не надлежащий уход за ребенком, да, это один вопрос. Применение каких-то насильственных действий там в плане, там, синяки на руках и так далее, это уже, да, более серьезно. То есть вот что приводит, какие причины заставляют родителей так поступать? Все-таки вот хочется разобраться. Это чаще всего люди думают, что это алкоголь, да, наверное? Вот, или бывает такое, что нет? Вот вы же ходите по семьям, вот интересно, вот приходите в дом, вот что вы видите прежде всего? Какую-то агрессию, может быть, ничем не оправданную, или что? Так скажу, на сегодняшний день у нас состоит 1026 неблагополучных семей. Основная часть всех неблагополучных семей – это родители, где злоупотребляют алкоголь. Все-таки алкоголь. Алкоголь, да. То есть от алкоголя происходят все проблемы, можно сказать. Это и антисанитария дома, это отсутствие, это безработица. Наверное, те дети, которые выросли в такой среде, чаще всего вырастая, становятся такими же неблагополучными семьями. То есть видя то, что… Пример. Да, пример. То, что мама не работает, пьет, приводит друзей каких-то. Ну, как бы ей за это ничего нет. Почему бы и мне так не сделать? Ну, просто, наверное, еще ребенок и другой жизни, наверное, не знает, да? Просто я не видела, да, другую жизнь. Он не знает, а как можно жить по-другому? А разве можно жить так, когда у тебя на столе стоит там вкусный горячий пирог, только что исключенный мамой, да, там? Или там у тебя какие-то новые красивые вещи, а он, наверное, не знает этого. И это ужасно. Да. От этого становится прям как-то грустно. Да, большинство семей, да, это семьи, которые ведут и социальный образ жизни, естественно. Есть семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в материальном плане. И такие семьи тоже есть. Опускают руки, да? Да, опускают руки, да. Здесь должны у нас и в школах, в этом плане у нас есть фонд всеобучий, да, чтобы помочь одеть ребенка, отправить его в школу, обеспечить его бесплатным горячим питанием. Вот. Есть спонсорская большая помощь таким детям оказывается. Ну, есть и семьи, где, допустим, буквально недавний случай, озвучивать не буду, где и что, там, допустим, абсолютно благополучные родители, причем состоятельные родители, они развелись. Они развелись и вот делят имущество. Делят имущество и в круг вот этих интересов вовлекают ребенка. Да, да, ребенка. Естественно, у ребенка начинается, ну, это же у него очень такая тонкая же еще детская психика. Это тоже влияет на детей. Поэтому здесь родителям нужно быть мудрее. И если даже бывают такие случаи, то не вовлекать в этот процесс детей. Делать так, чтобы ребенок даже не догадался, что происходит. Да, да. Вот такие случаи бывают. Есть родители просто очень строгие. Говорят, нас пороли, и мы хорошо учились, да, и мы будем пороть. Если такие родители, да, ну, это уже, это все в семье, мы, конечно, но только разве что где-то анкетирование можем, но это, я вам говорю, что дети, как правило, они даже маленького возраста, начиная с первого-второго класса, они, как правило, всегда живут, и мы даже пойдешь в гости вот этого не говорим. То есть они знают, что можно сказать. Они знают, что можно сказать, что нет, да. Ну, на самом деле, это же является зачастую очень серьезной проблемой, когда, вот, как вы говорите, когда идет умалчивание в семье. Ладно, ребенок маленький, а когда ребенок взрослый, и против него какие-то очень серьезные преступления совершаются, наверное, все-таки нужно знать о том, что существует анонимность, прежде всего, да? Потому что вот причины всех преступлений среди несовершеннолетних, в отношении совершеннолетних, они кроются в психике ребенка, да? Особенно, если эта психика была с раннего детства травмирована. Поэтому здесь, конечно, нужна, вот, на последней комиссии мы говорили о том, что нам необходимо работать и совместно с психиатрами, которые могли бы там, чтобы направлять и детей, где мы видим тревожное состояние, и родители, которые не владеют, не могут овладеть ситуацией, отправлять к психологам, работать с ними. Скажите, вот семья, да, вот, как вы сказали, все-таки в основной части это семьи, которые злоупотребляют алкоголем, а как ваши обязанности, ваши компетенции есть, чтобы отправлять эти семьи все-таки на лечение? Ну, как можно справиться с этой проблемой в семье? Только лечение, правильно? Профессиональным, настоящим лечением, не кодированием, там, как любят, у нас говорить, а конкретно специальным лечебным учреждениям, где лечат это. Удается все-таки отправить этих людей на лечение? Удается ли победить эту проблему в семье и прийти к тому, что вы заходите в дом, а там чисто, уютно и вкусно пахнет? Или нет? Ну, смотрите, когда, допустим, выявляются такие факты, действительно, ну, наша компетенция отправить данного человека на лечение. Однако существует ряд проблем, будь это перечень документов, то есть в обязательном порядке нужно заявление от, допустим, от родителей. То есть он сам должен быть согласен на это, правильно? Да, он сам. В противном случае мы ничего не сможем сделать. Более того, ряд перечень документов, которые должен он пройти, обязательно медицинское там, допустим, обследование. Если он этого не сделает, никто его не примет и не будет его лечить. А принудительно его составить никак не заставить? Принудительно, опять же, разрешение матери, отца нужно. Той же родственников близких. Да, родственников близких обязательно. Ну, я хочу здесь сказать, что вот в случае есть такие примеры, когда семья исправлять становится на праведный путь. Каким образом? Здесь уже подключаются органы опеки. Если родители регулярно или мама, или там отец регулярно злоупотребляют, да, им делается предупреждение. Затем, если дети находятся в ненадлежащих условиях, их ограничивают на полгода в родительских правах. Это отрезвляет. То есть дети забираются, они помещаются в приют. А родителям дается время, чтобы они привели их в право. Если же и это не помогает, то их лишают родительских прав. Но лишение родителей, то есть каждый родитель, он имеет право и возможность восстановиться в этих правах. И мы даже год назад или что анализировали несколько семей по районам ситуации. И у нас такие есть примеры, например, в Карасовском районе, в Узункольском районе, в районе Бембета-Майлина. Мы прямо снимали ролики, где у нас согласие родителей, которые рассказывали, и мы распространяли их, чтобы показывали другим. Как пример, да, что вот мамы когда-то выпивали и даже лишались родительских прав. Вот в Фёдоровском районе там была одна семья, и вот с ней вот там хорошо сработала комиссия по делам несовершеннолетних. Они просто взяли и её сфотографировали вот в её ненадлежащем непотребном виде и показали ей вот эту фотографию. И она ужаснулась. Неужели это я? И вот это стало толчком к тому, что встать на путь, так сказать, исправления. И потом она вернула себе детей, она наладила быт, и, в общем-то, тьфу-тьфу-тьфу сейчас. И дети уже в колледже учатся. Есть такие случаи. И не скажу, конечно, что это повально, потому что это болезнь. Да, это же болезнь. Алкоголизм – это болезнь. Но есть такие примеры. И такие положительные стараемся, конечно, распространять. Скажите, ну, никогда на комиссии, в которой вы участвуете постоянно, не рассматривался вопрос о принудительном лечении таких людей. Я просто-таки считаю, что пока мы не заставим их лечиться, но это как, знаете, вот в Фёдоровском районе, вы говорите, справилась семья. Но это же единица таких случаев. В основном всё-таки уходит полицейский, уходит там педагог, и начинается опять праздник постоянный, круглогодичный праздник. Может быть, всё-таки как-то принуждать, может быть, всё-таки как-то жёстче. Были такие какие-то вопросы, почему их до сих пор не было? Насколько я знаю, мы отправляли, например, действительно лечение. Да, действительно, были такие факты. Восплатное лечение. Но опять же, знаете, всё зависит, наверное, от желания человека. Если он привык к такому образу жизни, если ему удобен такой образ жизни, как бы ты его ни лечил, он возвращается чаще всего к своему локу. Всё равно даже после лечения он приходит в эту среду и опять начинается. Ну, это статистика. То есть такие случаи, что действительно исправился, ну, минимальные вообще. Чаще всего возвращается к такому же образу жизни, начинает пить, работы нету, соответственно, это какие-то противоправные, какие-то деяния с их стороны поступают. И, соответственно, этот же человек опять возвращается в поле зрения полиции. Поэтому на комиссии, по делам несовершеннолетних, когда даже отправят на принудительное лечение. Почему там удалось, там, допустим, какие-то есть несколько фактов. Здесь заинтересованы все. Да, вот он прошёл это принудительное лечение, вот та же мама, она проходила принудительное лечение. Она вышла, она восстановилась в правах. Там подключаются органы социальной защиты и так далее, занятости, то есть обеспечиваются работой. Вот там, допустим, в том же, там, в Карасовском районе такая семья была, мама, значит, стала правильно себя вести, вернулась с детьми. Местный ТОшник, он предоставил ей дом. Как общество помогает, да? Да, здесь, понимаете, опять говорю, одно образование, здесь должно помогать все общество, должно быть все заинтересовано. И помогли ей с домом, с работой и жизнью, так скажем, наладить. А не так, да, как? Да вот пьёт соседка, да, пусть пьёт, ребёнка забрали, и слава богу, пусть дальше там. То есть вот чаще живые люди так делают. Ну, чаще там. Выпивает она, но забрали, наконец-то, там, этого ребёнка, и слава богу. Кстати, насчёт того, чтобы забрать ребёнка. Это же делается не с первого раза, да? Наверное, это несколько выездов, это уже прям такие кардинальные меры, когда ребёнка разымают. Смотрите, когда дети, допустим, находятся в потенциальной опасности, выявляются тоже путём поступления заявок на 102, путём, ну, вот, когда родственники сообщают, либо соседи сообщают. Бывали случаи, когда сам ребёнок, будучи уже более взрослым, подростком, самостоятельным, переживает за своих братишек-сестёронок, которые малолетнего возраста, сам звонил на пульс 102, выезжали, действительно. Родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Тогда вот, тогда действительно совместно с органами опеки, с управлением образования, действительно дети изымаются. Имеет такие места быть случаи. Потому что элементарно, придя на этот адрес, ты видишь, что там нету покушать элементарно. Там грязная антисанитария, родители не в состоянии. Просто бывали случаи, когда мать, как сказать правильно, ещё на грудном скармливании ребёнка, допустим, 2-3 месяца ребёнку было, она его кормит, и при этом употребляет алкоголь. И такие случаи бывали. То есть, ну, данный случай уже говорит о том, что действительно детей нужно изымать, и, ну, вот, изымаем совместно с совместной работой. А кто реагирует? Участковый в первую очередь? Ну, вот, у вас понятно, что большая область. То есть в каждой области есть инспектор по делам несовершеннолетних. Он, в первую очередь, курирует? Да. Всё, что касаемо детей, это у нас работают инспектора по делам несовершеннолетних. Помимо участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, всю эту работу также проводит участковый инспектор. Так как он заинтересован, будучи его участком, он заинтересован в том, чтобы как меньше преступлений, меньше правонарушений совершалось на его участке. То есть совместная работа двух служб. Он тоже, наверное, где-то сигнализирует, да? Да, все верно. Потому что он уже участковый, он знает каждого, так скажем, жителя на своем участке. То есть люди доверяют этому участковому и говорят о той или иной ситуации. Как быстро вы реагируете, когда поступает сигнал? Если это, допустим, заявка на 102, то у нас имеется, опять-таки, ряд других служб, которые передают эту информацию. Имеется патрульный полицейский, которые оснащены полностью автотранспортом. Они тоже могут выезжать, правильно? Да, они тоже могут выезжать, первоначальные мероприятия проводить. То есть в дальнейшем уже, когда подъезжает, допустим, участковый, либо инспектор по делам совершеннолетних, тогда уже передают полностью и дальше уезжают. Но в первую очередь, например, если где-то рядом находится патруль, он в первую очередь сам первый? Вообще, в принципе, может любой полицейский. То есть независимо от того, будь ты оперативным сотрудником, либо ты инспектор по делам совершеннолетних, если видят, что есть какое-то антиобщественное действие, то принимается решение, то есть первоначальное действие всегда, в принципе, за сотрудником, независимо от того, какая это служба. И сразу же сообщается в органы опеки. Органы опеки тоже выезжают, чтобы там были защищены права, интересы детей. Но мы все-таки говорим о том, что семья, семья, родители виноваты. Есть такие случаи, когда вот идеальная семья, например, мама, учитель, папа, врач, но ребенок очень сложный, сложный подросток, трудный подросток. Помогайте, как помогаете родителям в таких ситуациях? Мы не говорим, семья виновата, мы говорим о том, что семья в ответе. Все идет из семьи. А для того, чтобы помочь, да, и часто вот, кстати, вот мама, учитель, папа, врач, с утра до ночи на работе, заняты, и иной раз у них не хватает времени на собственного ребенка, занимаясь чужими жизнями, чужими детьми. Такие, да, случаи тоже есть. Поэтому у нас пятидневка, да, чтобы родители были побольше со своими детьми, побольше ими занимались, вот, больше с ними общались. Ведь вот мы с вами до передачи говорили о том, что многие родители, им удобно, что их ребенок сидит в кадже, да, сидит в телефоне, сам он занимается своими делами. Но ребенку необходимо общение, тесное общение, контакт. Не только духовный контакт, телесный контакт, обнять, поцеловать. Это очень сейчас не хватает детям, потому что родители постоянно в темпе, в темпе. Им нужно зарабатывать, им нужно обеспечивать семью. А потом они удивляются, почему ребенок агрессивен, почему он им не отвечает. А потому что вовремя не была оказана забота, ласка, может быть, какой-то вопрос. На его, может быть, какую-то просьбу, это какая-то тоже со стороны родителей агрессии. Да, я же тебе сказала. А вместо того, чтобы выяснить, а что, почему, почему именно такая просьба. Поэтому, да, здесь работают и психологи, работают и учителя. Ну, у нас каждый учитель, я сама, допустим, по профессии учитель, у нас там семестр, да, было, вот я учитель-предметник, и там, допустим, полгода с нами у нас было занятие по психологии. То есть, вот как прирожденный педагог, прирожденный психолог, не каждый, надо сказать. Есть такая проблема, но работаем, стараемся. У нас, вот, Центр психологической поддержки, мы постоянно психологов отправляем на обучение, чтобы они получали последние новейшие практики для того, чтобы уметь работать с родителями, помочь им, вот, и, в частности, вот на последней комиссии было дано им задание разработать рекомендации, какие-то методички, как родителям работать с трудными детьми, какие есть технологии, какие есть подходы. То есть, каждый руководитель классный, в принципе, знает всё это? В принципе, классный руководитель знает, чем дышит семья. Он должен, чтобы предотвратить, он должен всё-таки знать, как и чем дышит семья. Ну, всё-таки, если сейчас сделать вывод, да, проблему эту искоренить мы можем только тогда, когда всё общество включится, да, в это решение. От учителя до просто проходящего мимо там дяди или тёти, да, который будет неравнодушен, который даст сигнал и что-то сделает там. От соседей, которые каждый день видят, например, как живут их соседи. От условий, это тоже немаловажно. То есть, видите, то, что происходит в детской среде, это отражение того, что от проблем, которые находятся в обществе. Вот когда мы действительно решим все проблемы нашего общества, тогда мы к минимуму сведём и правонарушения в отношении несовершеннодельных и среде несовершеннодельных. Всё-таки должна быть какая-то жизненная закономерность. Например, закончил школу, поступил в университет, колледж, закончил колледж-университет, пошёл на работу. Работаешь с 9 до 6, а там, наверное, уже некогда будет распивать алкогольные напитки. Я всегда говорю, все проблемы от безделья просто. Это одна из причин. Да, есть, конечно. Ну, если человек ничем не занимается, то он не появляется. Ну, в любом случае, вот вы сами говорили, что вот, да, есть статистика, но на незначительный рост. Но если вот даже в масштабах Казахстана сравнивать 30 лет назад, что было, и что сейчас, если, я просто раньше помню, даже в 90-е годы, 2000-е годы, какие-то были цифры, и какие-то сейчас цифры, то есть жизнь улучшается в любом случае. Да, сейчас у нас практически, да, есть безработные, но в то же время мы видим в списке, да, столько вакансий, столько есть возможности заработать. Да, да, поэтому, чтобы не сложилось впечатление, что у нас так всё плохо. Нет, работа-то ведётся, и работа планомерно сокращается. Ну, да, просто фактов таких не должно быть. Да, мы сейчас говорим, да, что просто мы хотим, чтобы этого не было совсем. Да, хотелось бы. Никаких этих заголовков не было, этих случаев не было, а в любом случае работа ведётся, и надеемся, что эта статистика, она будет всё меньше, 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 меньше с каждым годом, и в год будет несколько случаев, которые будут для нас такими, и мы будем быстро-быстро их решать и забывать. Спасибо большое, что нашли время, пришли и ответили на наши такие непростые вопросы. Я надеюсь, наш диалог будет интересен, полезен нашим телезрителям, потому что всё-таки каждая мама, каждый папа в ответе за своего ребёнка, и он самый, они самый главный пример для ребёнка, так, как поступают они, будут поступать потом в дальнейшем. Поэтому не забывайте об этом, пожалуйста. Вы пример для нашего будущего, потрясающее поколение. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. На этом время нашего эфира подошло к концу. Если у вас остались вопросы или есть свои темы для нашего диалога, пишите нам по номеру WhatsApp, вы увидите его на своём экране. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова